идем поначалу пляжа бату феринги и вода сегодня ну я не знаю на принципе прилив должна быть чистая а в отлив грязная такая более-менее большинство вода то она такая мутная такая прозрачная прозрачная не должна приятно находиться вон там купаются люди у меня уже одна эта медузина все-таки за мизинец ужалила по ощущению это вот как последствия такие как от крапивы вот такое ощущение что в крапиве побывал а вот именно когда жалит ощущение как будто бы вот я не знаю те кто батарейку советское время была такая манера батарейку брать крона было были такие батарейки крона она по-моему 9 вольт что ли и языком их это пробовать и она пощипывать начинает вот примерно такое же ощущение но это на на советское время много кто так делал сейчас такие уже батарейки просто почти не знаю где их применить тогда они по-моему в радио были и в магнитофонах вот ощущение примерно такое же как от такого маленького электричества такой маленький электрошок еще вода действительно прозрачная приятно ее видеть классная когда мы приезжали первый раз и увидели воду мы вообще очень сильно расстроились она была мутная но противная еще эти медузы напугали сейчас вода такая чистенькая ну купаться здесь людей мало это скорее всего все из-за медуз связано да мусор периодически здесь какие-то выкидывает кокосы часто плавают вода реально такая чистая я только не видела я думаю что в основном вода чистая когда прилив идет и в отлив лучше вообще не купаться и вода мутная и всякие живности еще ползают там в воде плавают можно нарваться на кого-нибудь а вот прилив самое оно чистенькое да походу надо все таки купонуться так а здесь придется смотри как вода поднялась нехило мы тут песочком переходили я не знаю сейчас как бы мне что то наверное как бы не шлепнуться ух мне по колено сейчас вся мокрая попу будет В общем, когда волны не будет, надо перейти спокойно. Ой, ой-ой-ой, кошелек бы не занял. Все, почти. Вот, сейчас замочил, короче, я. То, что не нужно было замачивать. А ты что не поднял? Я поднимаю. Да куда? Что тут поднимешь? Она мне замочила. Смотри, Верика, смотри. Слушай, смотрите, какой берег. Смотри, здесь песок красивый такой. Песок классный. Вот здесь классный песок, мягенький. Что-то многие жалуют, песок им не нравится. Но он покрупнее, чем... Забыл. А где мы были-то? В Крабе? Да, покрупнее, чем в Крабе песочек. Здесь мало этих ракушек. Краби их полным-полно, ракушек мало. Здесь... Крабов вообще не видел. Здесь какие-то моллюски выкидываются на берег. Здесь выкидываются на берег. Но для них сонял за краб. Да. Забылка- 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 Это нормально Если вы хотите полноценно отдыхать Не смотрите новости Если до этого вы их смотрели Они настолько сильно отнимают энергию Портят настроение Забирают вообще силы Новости это вампиры Нынешние новости это вампиры Хотя если это новости о каких-то там технологиях То хорошо Новости на полезные дня Ну да, вот такие Политические новости это ужас, конечно Вот там опять кто-то на парашюте плавает По воздуху Смотри какие-то Летай А они через очки А ты как лошадь Вот куда Ну да Ну да, через очки они более такие Контрастные А что идут эти очки со силы У тебя это Это зелененькая Это трогатка и ветра Ага Сань, очки я несколькими Пожалела Погода сегодня жаркая Но вот на море классно Эх, не было бы здесь медуз Здесь такой супер пляж можно было забабахать Видите как мало народу В корабе много народу А здесь вон нет никого Причем я читал, что раньше Не знаю, но так это или нет Что вот когда строительство стало здесь производиться Что пляж Заразился вот этими медузами Их стало здесь много А раньше типа их здесь не было много До строительства До большого потока туристов Да, черные куртки Это жестко Местные люди любят черную одежду Говорят, что это у них традиционно То есть из-за традиции Они носят все черное Хотя тут казалось бы так жарко, что какое-то черное У нас все белое носить Но им нравится Сколько нам осталось еще здесь? Сегодня день здесь в коктейле И завтра мы уже? Да Все Совсем немножко осталось? И завтра мы еще И на ночь остаемся в Джорджтауне Мы когда в отеле были С женщиной разговаривали Она говорит Дожди здесь редкость Мы здесь уже столько дождей Столько раз попали Да Вчера вообще такой ливень был Просто Уже до отеля босиком дошел Весь мокрый Пакетики только накинули Там на сумке Чтобы не промокли документы А так весь мокрый Какая-то сегодня погода классная Да Какая-то погода классная Не совсем жарко Или ветер, наверное Ветер может быть поменялся Мне кажется, что из-за ветра Как-то здесь классно на пляже просто Кайфовать здесь, расслабиться Полежать, поваляться Да Я вот хотела Хотела Диме представить Сейчас На пляж На море пробежьте Да, пляж Классный пляж Вот я не знаю Имеет ли смысл Вот такие длинные видео Выпускать Там с моим монологом Мыслями Или лучше поставить Красивую музыку И наслаждаться Пейзажем Напишите в комментариях Кому что больше нравится Можешь смотреть Можешь смотреть Ну вот что Ты еще в Крабе Отличает от этого пляжа Здесь склон Он такой Более вертикальный Вот в Крабе такая Плоская Широкая линия А здесь Он как бы море доходит А дальше вертикальная Такая начинается Пляж С более высоким углом То есть комфортней Когда все таки Пляж плоский Без особых горок Одно здесь кстати Вот кто Заходил Когда Ну тут наверное Как раз на раз не приходится Вот уже заходишь Голова Остается На дно Вступаешь И оно такое Какое-то иллистое Не очень приятное То есть Дна Трогать точно не хочется Может быть это местами Такое есть Но ты в принципе Если в эту иллистую почву встаешь То там где-то сантиметров через 30 Ты уже чувствуешь нормально песок А это жижи просто тебя обволакивает Это наверное Не очень приятно Для кого-то может быть Птица какая-то Летает так Как все таки здесь хорошо Вообще природа на Финанге Она просто Она сногсшибательная То есть И за природой Ехать в Малайзию Однозначно нужно Если вы любитель природы Потому что Природа ну просто Обалдеть Всякие растительности Звуки Вот эти запахи Много птиц разных Обезьянки Вот мы вчера были От Джорджтауна На Пенанхилл ездили На фуникулёре там катались Трамвайчик такой вверх затек Как там классно Вот эти пальмы Все красота Зелени Очень много зелени Но мы уже под вечер Там очередь была большая Я бы наверное рекомендовал Все таки туда идти песком Прочитал что вроде маршрут занимает Около пяти километров Это немного Усмотря для кого как Для нас наверное это уже привычно А вон Поехал парашютист Вот такое удовольствие стоит Около 150 ренгит Погонять вот так вот на парашюте Не знаю И хочется И денег хочется экономить 150 ренгит Это получается 1750 И еще половина Грубо говоря там Две с половиной тысячи Конечно в России наверное Это будет дороже Если бы такое было Ну классно что Прикольно Наслаждаешься И не страшно главное Так как с парашют Не очень хочется прыгать А тут Париж Над морем Общались с местными Говорят Не безопасно Вот он гоняет Примерно 2 2 километра Путь у него Вот так вот полетать А по времени я так и не понял сколько Я думаю минут 10 Мне кажется этого достаточно Даже наверное 5 минут хватит Чтобы понять И наверное лучше когда ты летишь Не от берега А к берегу Чтобы увидеть с высоты красоту берега А там что там просто вода и вода Что там смотреть то Наверное хочется больше головы крутить тогда Наверное это необычно Я может быть и слетал бы Полетал Может возьмем А ты меня будешь снимать Классно Вон еще люди купаются В общем время прилива Лучшее время для купания И когда прилив максимальный Это наверное самое 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 классное Многие купаются в одежде прям Вероятно таким образом Можно и защититься От этих самых От медуз Параселлинг Да? Как я сказал Кстати массаж здесь Подороже будет чем в Таиланде Так что если за массажем лучше в Таиланде Реально здесь дороже раза в полтора А и вот на такой штуке надо погонять На мотоцикле На водном Скутером Или как он называется правильно Загорают Классно Я прям иду и кайфую Мне так кайфово сейчас Просто какое то наслаждение Шум волн этот У нас еще этот Отель прям У моря В принципе, если тихо То слышно море Просто очень часто кто-то орет Потом еще Сегодня я засек время Получается У нас отель около моря А за отелем мечеть Вот в 5.30 у них начинается Служба И это все громко, очень слышно Поэтому не знаю Тишины, наверное, здесь не получить Надо подальше, наверное, от мечети уходить Вот мечеть Да-да Желтенькая А там у них еще рупоры Установлены Чтобы хорошо было слышно О, смотри, они это Запускают змеи Прикольно Да, это Слушай, я В детстве Не хочешь поспускать? В детстве В детстве этой штукой занимались Может, его попросить? А можно подержать? Пойдем подойдем, спросим А вдруг А вдруг Держать А как попытаться по-английски? Не помню Не знаю Здорово Здорово Извините А Кеннай Кеннши 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 Я делаю Это Когда Я Держу А, я поняла Его надо Просто по ветру Он летит И все Ну вот, дошли мы До нашего Отеля Поэтому Поэтому Видео Можно заканчивать В принципе Такой отель Терпимый Относительно Недорогой Договорились Мы уже тут За 70 рингит За ночь Дешевле Сложно найти В принципе Здесь женщина Нормальная Адекватная Правда По отзывам Здесь странности Какие-то Существуют Вот он Шаллингс Отель Ну В комнатой Наверное Надо будет побегать Выбрать лучшую Потому что То там ни одно Не работает То другое Не работает Но вроде как Она все решает И дадут вам Три ключа Одним надо Ворота скрывать Вторым там Решетку И третьим Комнату Но это вечером Решетку